По поручению губернатора Московской области во всех муниципальных образованиях региона ежегодно должны приводиться в соответствующий вид как минимум 10% придомовых территорий. В связи с этим Андреем Воробьевым были обозначены 6 обязательных элементов комплексного благоустройства. Наличие во дворе детской площадки, площадки для бытовых отходов, освещения, инфостендов, озеленения и парковки, либо парковочных карманов. На основании этого поручения у нас разработана муниципальная программа содержания и развития жилищно-коммунального хозяйства Ленинского муниципального района. Она у нас на 2015-2019 год. И в 2015 году было запланировано 34 дворовые территории привести в порядок таким образом. Из них 22 территории – это городское поселение Видное. После проведения конкурсной процедуры по выбору подрядчика в июле во дворах поселения начались работы по благоустройству дворовых территорий. Для администрации города было важно мнение жителей этих дворов. Ведь кто кроме них точно знает, что именно необходимо сделать. Схемы работ были предоставлены на ознакомление старшим по домам и ими же подписаны. Но на деле оказалось, что не все было выполнено так, как хотелось. То, что мы рекомендовали, что хотим, не сделалось ничего. То есть сделали то, что по плану, как они захотели. В этом году впервые был опыт работы с новым подрядчиком. И кажется, именно этот фактор сыграл отрицательную роль. Не во всех дворах работал один и тот же подрядчик. Поэтому некоторые придомовые территории сделаны быстро и качественно. Другие же – с огромным количеством недостатков. Пишем письма о качестве исполнения. Соответственно, до момента устранения неподрядчику оплачено ничего не будет. Соответственно, за работы они денег не получат. Во время проведения инспекции по дворам сотрудникам Госатомтехнадзора также были выявлены нарушения в работе подрядчика. После выполнения благоустройства на строительной улице тот не позаботился о приведении территории в соответствующий вид. Не отсыпал здесь землей, не засадил травой. После окончания контракта, который заканчивается у них 1 ноября, подрядчик будет привлечен, скорее всего, к ответственности. Если к данному моменту он не устранит эти замечания. А некоторым домам города повезло с подрядчиком больше. Проспект Ленинского в Комсомоле – 36. Жители этого дома в восторге от качества выполненных работ. Очень довольны. Ребята делали на совесть. Как-то все скоперировано, все так дружно. Задержки никакой не было. И машин в это время не было. Очень прекрасно все, хорошо, молодцы. Как бы то ни было, все недостатки будут устранены. Если не до конца октября, то в 2016 году при выполнении следующего этапа планового благоустройства. Представители администрации уверенно заявляют, рабочие снова вернутся в те дворы, где сегодня наблюдаются недостатки. Юлия Погасян, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.